Привет! С вами Токовые новости. Сегодня мы поговорим о том, что запомнилось и показалось интересным мне. А именно, волонтерский центр «Твоя Украина» открыт в Грузии. Мы расскажем вам о судьбах беженцев из Украины, в частности, о помощи, которую оказывают им в Грузии. Покажем вам волонтерский центр, проведем небольшую экскурсию. Поговорим о дефицитных товарах, которых так не хватает беженцам. Это, в первую очередь, медикаменты. А также в этом выпуске закручивает ли гайки наше с вами правительство, ужесточая контроль над медиасферой. Знакомый сценарий, не правда ли? Что известно на момент съемки о задержании директора оппозиционного телеканала Тавариархи Ники Гварамия? Европарламентарий Виола фон Крамон откликается в твиттер на заявление председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе и пишет, что очень печально на это смотреть и кто может принимать этих парней всерьез? Она имела в виду Кубахидзе. Попытаемся с вами в этом разобраться. С вами, как всегда, Мариана. Это Токовые новости. Заваривайте кофе или же чай. Давайте начинать. Прежде чем мы приступим к новостям, давайте поговорим о волонтерском центре Твоя Украина. Координаты и контакты данного центра будут появляться в нашей программе, а также будут закреплены под видеоматериалом на нашей странице Facebook. Давайте посмотрим на этот волонтерский центром. Нам как раз устроили небольшую экскурсию. Гамар Джобот, это центр Твоя Украина. Прошу за мной. Здесь у нас регистрация посетителей. Наша база. Так как продуктов и гигиены есть малое количество, поэтому у нас здесь человек, который выдаёт то, что нужно каждому беженцу. Здесь у нас одежда. А тут детская комната, где можно оставить своего ребенка и выбрать себе вещи. Пройдемте еще. Здесь у нас женская, мужская, здесь у нас детская от нули до пятек, а здесь мужская. Вещи. Ну вот мы и с вами познакомились с волонтерским центром. А теперь давайте поговорим о том, что на самом деле происходит с гуманитарной помощью. Есть ли дефицит среди вещей, которые отправляются в волонтерские центры? Что на самом деле является первым и необходимым для беженцев? Об этом нам расскажут волонтеры этого центра. Давайте смотреть. У нас центр функционует с 4 числа. Так как у нас уже более мы не были готовы до такого потока человек, как пришло 1500 человек за 8 рабочих дней, мы не были готовы к тому потоку. И то, что люди начали много приходить, брать вещи, брать продукты, гигиену. Вещей есть очень много. Но нам не хватает продуктов, гигиены и лекарств. Это очень большой дефицит. Это все нам пришло от простых граждан Грузии. Мы очень благодарны. Вы можете здесь увидеть, как и маленькие вещи, как детская комната, как женское, мужское и подростки. Здесь попадаются очень даже брендовые вещи, которые наши посетители никогда не видели. И очень радуются даже этому, что есть новые игрушки, новые вещи, белье постельное. Они очень благодарны каждому граждану, то, что принесли, то, что дали, то, что приняли каждого украинца так, как его никто не принял бы в другой стране. Осталась история, которая тронула многих в этом волонтерском центре. Мы записали беженку из Мариуполя. Сейчас она вместе со своей семьей, мужем и двумя детьми проживает в Руставе. Но мы ее встретили в спелисе в центре «Твоя Украина». И попросили рассказать, точнее вспомнить урывками то, что произошло совсем недавно. Мы из города Мариуполь приехали 25 марта. Очень долго добирались сюда, так как, когда мы уезжали из Мариуполя, уже возможности выехать в Украину у нас не было. То есть мы ехали через Россию, чтобы попасть в Грузию. И нас очень долго держали на границе. Потом мы ехали через Северную Осетию, получается. Там он был закрыт. Мы трое суток ночевали в машине. До этого в Мариуполе мы жили три недели в подвале, потому что от нашей квартиры вообще ничего не осталось. Полностью сгорело все. Ну, как и самого города. Нет вообще. 95% города его нет просто. И когда первые мы узнали, что начали выпускать первая партия машин уехала, ну, не было ни коридоров, никаких гуманитарных, ничего совершенно. Просто люди на свой страх и риск выезжали. Перед нами машины обстреливали. Нам повезло, мы выехали с двумя детьми. И приехали мы сюда, в город Руставе. Мы вообще сейчас проживаем в городе Руставе. Муж устроился на завод металлургический. Ему от завода снимают, нам снимают жилье. Все равно не хватает денег. Все равно узнали об этом пункте из соцсетей. И сказали, что можно здесь получить продукты, средства личной гигиены, одежду деткам. Очень благодарны. Вообще за мастеприимство Грузия очень хорошо нас приняла. Люди, когда узнавали, откуда мы, просто говорили, чем мы вам можем помочь. Детям просто и шли, покупали какую-то еду, какие-то констовары. Я болела сильно. И из-за того, что три недели в подвале мы пробыли, переохлаждение сильное было. И женщина просто, у которой мы спросили, где находится больница, она услышала мой кашель и отвезла меня в клинику в Руставе. В частном, где меня тоже бесплатно полностью обследовали, не взяли ни денег, ничего. Я очень благодарна грузинам за их гостеприимство. Когда видели на машине украинские номера, нам удалось на машине выехать. Просто везде люди, на машиномонтажке, что нам надо было сделать, они просто это нам все делали бесплатно. Просто видели то, что мы из Украины. Очень благодарна за все. Не знаю, у нас пока контракт на три месяца, а мы уже посмотрим, что дальше. Возвращаться нам некуда особо, потому что в Мариуполе жизни там уже не будет. Спасибо за такие центры, которые создают обычные люди. Спасибо большое, потому что без вас было бы очень тяжело. Потому что ты когда приехал, у тебя нет ничего. Тебе нужно заново покупать от обуви, вещей, абсолютно все. Приехал в теплой одежде, потеплее, у нас там гораздо холоднее, чем у вас. И поэтому все заново надо. Благодаря вот таким вот центрам очень большая помощь. Спасибо большое. Суда супруга Ники Гварамия Сопо Лилуашвили. Многие не ожидали, особенно если учитывать тот факт, когда днями ранее премьер-министр Грузии Ирак Лигарий Башвили передал послу ЕС Карлу Харцелю вторую часть заполненного опросника для получения статуса кандидата на членство Евросоюза. Документ посвящен совместимости с законодательством ЕС по отраслевым темам и секторам. Мы все с вами понимаем, что Европейский Союз и ведущие политики, входящие в него стран, часто выступают с критикой ограничений свободы слова в менее демократических государствах. Объектами такой критики неоднократно становились, к примеру, Китай, Иран, Беларусь, Куба, Туркменистан, Саудовская Аравия и многие другие страны, в которых государством в разной степени осуществляется контроль над общественным мнением. А против инакомыслящих, которых бывает порой и много, применяется разного рода цензура и репрессии. Не хочется дополнять этот список и нашей с вами страной. Не думаю, что нас погладят по головке, учитывая и фактор Украины. Продолжаем. Давайте пройдемся по комментариям, а также, если это возможно, в противовес предоставим точку зрения правящей партии, как она на это все смотрит. Европарламентарий Раса Югновичи не откликается на арест генерального директора Тавариархи Ники Гварамия и обращается к правящей партии с вопросом, означает ли это, что Грузия не выбирает демократию даже на фоне войны России против Украины. Европарламентарий также поинтересовалась, планируется ли подобными шагами саботаж кандидатства Грузии на членство в ЕС. Это жестко. Согласна. Идем дальше. Решение суда – это явно политически мотивированное обвинение, заявил директор по глобальной политике президентского центра Джорджа Буша Дэвид Крамер, оценивая факт ареста директора телекомпании Тавариархи Ники Гварамия. По словам чиновника Госдепартамента США, арест Гварамия оказывает влияние и на стратегическое партнерство Грузии и США. Псевдоюристы Единого национального движения доказывают абсурдность приговора, указывая на тот факт, что, мол, разграбление телекомпании Ники Гварамия было согласно с ее тогдашними владельцами, заявил об этом председатель грузинской мечты Ракли Кобахиде в ходе брифинга, проведенном в офисе партии. Нужно его процитировать. Это абсолютно абсурдный аргумент, что незаконные владельцы телекомпании и ее гендиректор договариваются о разграблении телекомпании, он это говорит еще уверенно, которую следует вернуть законному владельцу. Естественно, это не может освободить генерального директора от ответственности, сообщил Иракли Кобахиде. А вот что касается высказывания о том, что арест Барамия помешает процессу интеграции в Евросоюз, Кобахидзе отметил, что ЕС это не коррупция, грабеж и беззаконие, а верховенство правосудия и свободное от коррупции общество. И без верховенства правосудия Грузия не сможет стать членом европейской семьи. На кого сейчас возлагаются надежды? Конечно же, на президента нашей с вами страны. Цитирую. Соломя Зарубишвили немедленно должна помиловать Нику Гварамия, пока этот процесс не нанес крайне большого ущерба евроатлантическим устремлениям страны. Об этом заявил один из лидеров единого национального движения Роман Гоцеридзе. Поживем, увидим. Европарламентарий Виола фон Крамон откликается в твиттерное заявление «Председатель грузинской мечты» Иракли Кубахидзе пишет, что очень печально на это все смотреть. Ну, как и надо. Кто может принимать этих парней всерьез? Описала депутат Европарламента. Напомню, что председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе, он довольно много в нашем сегодняшнем выпуске, в передаче первого канала «Грузия тема дня» заявил, что о Виоле фон Крамон вообще нельзя делать серьезных заявлений и что у него на то много причин. А вот интересно, каких. Надеюсь, мы позднее об этом с вами узнаем. Будем следить. В Украине погиб еще один грузинский доброволец. Тело Рад и Шургая, погибшего под городом Изюм, в Украине перевезено уже в Грузию. По информации близких семьи, Шургай получил во время одного из боев тяжелые ранения и контузию, но не прошел курс лечения до конца и продолжил принимать участие в боевых действиях, из-за чего после ухудшения состояния врачи уже не смогли его спасти. Всего погибло уже 11 бойцов. Это Давид Ратиани, Гия Беряшвили, Бахо Чикобау, Давид Гемиджашвили, Давид Минабдишвили, Николас Шанава, Аркадий Касрадзе, Алекцаава, Заза Бицадзе, Тату Бигвава и Раты Шургая. Производитель минеральной воды Боржоми компании АДС Боржоми Интернешнл хочет бесплатно передать долю бизнесе, принадлежащую Альфа групп российским олигархам Михаила Фридмана и Германа Хана правительству Грузии. По сообщению компании, этот шаг позволит правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией. Интересно, откуда такая щедрость? Территория заблокированного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе 16 мая выхало по меньшей мере 10 автобусов с украинскими защитниками под контролем российских сил. Известно, что на обширной территории заблокированного завода находились сотни украинских военнослужащих, включая бойцов морской пехоты, национальной гвардии, пограничных войск, территориальной обороны и представителей полка «Азов». Последние несколько недель они были фактически последним очагом сопротивления в Мариуполе. Остальная часть города находится уже под контролем российских сил. Украинская сторона называет этой эвакуацией россияне сдачей в плен, что на самом деле происходит на заводе «Азовсталь». Последнее обновление по данной теме. Британское министерство обороны опубликовало очередную сфотку событий на войне в Украине. Наблюдения британской разведки таковы. По всей вероятности, в плен сдались полутора тысяч украинских военных, защищавших завод «Азовсталь» в Мариуполе. Неизвестное число военнослужащих ВСУ остается на территории предприятия. В четверг вечером 19 мая заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь опубликовал короткое видеообращение, в котором заявил, цитирую, «Я и командование находимся на заводе «Азовсталь». Продолжается определенная операция, детали которых я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку». Украинские власти, которые добиваются обмена защитников «Азовстали» на российских военнопленных, эти данные не комментируют. Также появилось новое обращение от командира полка «Азов» Дениса Прокопенко в сети 20 мая. Поступил приказ сохранить жизнь и прекратить оборону. Командир дал понять, что боевики «Азова» продолжают сдаваться в плен. Также командир «Азова» заявил о том, что раненые боевики получили всю необходимую медицинскую помощь. При этом место записи видеоролика пока не установлено. Госсекретарь США Энтони Блинкин рассказал, что в 90-х годах обсуждалась идея пригласить Россию в НАТО. По его словам, Россия сама отказалась от такого варианта. Русские решили, что этого они делать не хотят, рассказал госсекретарь в эфире позднего шоу со Стивеном Кольбером. Блинкин ответил таким образом на шуточное предложение Кольбера позвать Россию в НАТО. Глава Госдепа также отметил, что НАТО – это оборонительный альянс страны, которые объединились ради уверенности, что если нападению подвергнется одна, то другие придут и помогут эту страну защитить. У НАТО нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию, то есть блок «он не будет нападать на Россию», «он не собирается нападать на Россию», сказал Блинкин. В Кремле состоялась встреча лидеров государств, членов организации договора коллективной безопасности, встреча лидеров ОДКБ, приуроченная к 30-летию подписания договора коллективной безопасности и 20-летию создания самой организации. Что говорит президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встречу лидеров ОДКБ. Давайте пройдемся по его высказыванию. НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети Финляндию и Швецию. Альянс действует по принципу «кто не с нами, тот против нас». Идем дальше. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических и экономических военных связей, на завтра может быть и не быть. Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку. Самая опасная сегодня тенденция в Украине – это попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее. Угроза расчленения Украины исходит с Запада. Лукашенко заявил, что Запад проводит против Беларуси и России полномасштабную гибридную агрессию. Лукашенко также заявил, что адских санкций Запада могло и не быть, если бы страны ОДКБ выступили против них единым фронтом. Также Лукашенко предложил странам ОДКБ использовать опыт Китая в сфере обеспечения информационной безопасности. И это все, конечно же, в кавычках. Каждый раз показывать кавычки я бы устала. Идем дальше. Высказывания Путина. Главное заявление Путина на саммите ОДКБ. Биолаборатории в США в Украине, по сути, занимались разработкой биологического оружия. Ранее российская дезинформация часто наседала и на том, что якобы и в Грузии существуют биолаборатории. Устали уже с этим сражаться. Идем дальше. В Украине давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывает глаза коллективный Запад. Экстремисты есть во всех странах, но только в Украине нацисты герезируют на государственном уровне. Однако подтвердить свои выводы о неонацизме в Украине и Россия не может до сих пор. НАТО выходит за рамки своего географического предназначения и пытается не лучшим образом влиять на другие регионы. У России нет проблем с Минляндией и Швецией, поэтому само их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы. Но расширение военной инфраструктуры на территориях, которые войдут в НАТО, вызовет ответную реакцию. Это, конечно же, тоже все в кавычках. На осень запланирована целая серия совместных военных учений ОТКБ. Их количество все будет расширяться. Ну а мы с вами будем за этим, конечно же, наблюдать. Сенат США окончательно одобрил беспрецедентный по размерам пакет помощи Украине на сумму почти в 40 миллиардов долларов. Большая часть этой суммы будет использована для поставок вооружения украинской армии. Глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии Минобороны с заявлением о ходе войны с Украиной, заявляя, что российская армия вместе с формированием всем проглашенных ЛНР и ДНР продолжает расширять контроль над территориями Донбасса. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить президенту Российской Федерации Владимиру Путину. По ее мнению, в телефонных разговорах с российским президентом нет никакого смысла. Финский производитель выпустил на национальный рынок новую марку пива от ТАН. Название является каламбуром на тему скорого вступления страны в НАТО. С одной стороны, это переводится с финского как «возьму пиво», а с другой от ТАН можно рассматривать как анаграмму НАТО, а с третьей на французском языке аббревиатура «НАТО звучит как от ТАН», разъяснили авторы публикации. Переговоры Украины с Россией приостановлены, подтвердил руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк. Украина для Запада – это расходный материал в тотальной войне против России. Об этом заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в ходе просветительского марафона «Новые горизонты общества знания». Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе российского телемарафона на площадке «Общества знания», он был там же, высказался о перспективах мобилизации в России. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарно-информационной политики поддерживает инициативу о введении термина «Рашизм» как определение идеологии, выстроенной в Российской Федерации. На российских телеканалах в ближайшее время выйдут иранские фильмы и сериалы, сообщили РИА Новости глава культурного представительства при посольстве Ахмадванд. Так называемая отмена русской культуры на Западе стала свидетельством печального и нравственного состояния общества. «Попытка искоренить культуру той или иной нации – это апогей ненависти. Хуже только попытка физически уничтожить ставший неугодным народ», сказал патриарх Российской Федерации Кирилл. Ранний ЕС выступил с предложением ввести санкции в отношении патриарха Кирилла. Американская издательская студия комиксов Tida Wave Production сообщила о выпуске комикса про Владимира Зеленского. Ну и, наконец, памятник Аристотелю в Цалке. 21-летний молодой человек возник памятник древнегреческому философу, первому мыслителю, создавшему всестороннюю систему философии, охватившую все сферы человеческого развития. Давайте посмотрим на эту красивую историю. Меня проводили ученые, приезжали. Этот памятник сделал простой деревенский парень из Авранло, Червидов Дмитрий Иванович. Ему было 21 год, молодой парень в деревне жил, но талант был у него, раз это называется Аристотель, древнегреческий ученый, философ. Вердзеневе, Чамовик, в 1823 году, оттуда давно, из этих, из Турции. Национальная роза была, чтобы были те армяны, те грузы, те греки. Эрта, тихо нет, залиан гаргат с ховремен, эртванец. Что нас разделяет? Ничего. И с поколем веков здесь живем мы, грузины, греки, армяны, азербайджанцы. Это для нас нация не имеет значения. На этом наш выпуск с вами подошел к концу. Ставьте лайки, комментируйте, дополняйте наши с вами новости. Ну и будьте, конечно же, в ожидании следующего выпуска. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»